Вот уже два года главный информационный ресурс города Бобруйск-360 знакомит жителей региона с самыми актуальными и горячими новостями. Его открытие в 2017-м стало знаковым событием для всей Могилёвской области. На сегодня это полноценный телеканал, который вещает 18 часов в сутки, 7 дней в неделю. В распоряжении зрителей аналитические развлекательные программы, авторские проекты и новинки кинопроката. Контент абсолютно на любой вкус. Когда открывался Бобруйск-360, в городе не осталось ни одной телевизионной платформы, которая бы занималась изготовлением и трансляцией непосредственно бобруйского контента. То есть это бобруйские новости и программы, основанные на жизни города. И на сегодняшний момент только телеканал Бобруйск-360 вещает бобруйские новости, и что самое главное, может рассказать и о жизни города, и о жизни горожан. Открытие телестудии в кратчайшие сроки стало возможным благодаря поддержке Горосполкома и Могилёвского облсполкома, и, конечно же, Министерства информации. Бобруйск-360 вещает как в кабельных сетях, так и в интерактивном пакете зала. 111-ю кнопку включают не только в Бобруйске, но и в самом Могилёве, а также в Кировске, Глузске, Осиповичах, Кличеве и других городах. Посмотреть новости и передачи можно и на YouTube-канале. Наш телеканал, конечно, молодой. Два года – это немного. Но и за это время наши зрители, наши горожане уже полюбили и наши программы, и наши проекты, и наших ведущих. Конечно, мы будем стараться их не разочаровывать и в дальнейшем. Конечно, будет телеканал развиваться, идти вперёд. К слову, свой 101-летний юбилей отметила и одна из старейших газет в городе «Бобруйское житё». Именно на базе этой информационной платформы и был создан современный медиахолдинг, в состав которого вошёл телеканал «Бобруйск-360». Сегодня он стал той площадкой, где с успехом проходят различные мастер-классы и обучающие семинары. Как раз в эти дни в нашем городе проходила выездная конференция региональной журналистики. К нам приехали известные телеведущие и политические обозреватели из Белоруссии и России. Вот это взаимное проникновение ваших и наших интересов на телевидении, на радио, они пересекаются, и нам очень приятно здесь бывать. Хотим меняться опытом, хотим узнавать больше о том, что вы здесь делаете, чем мы могли бы вам помочь, что мы могли бы у вас почерпнуть. Среди приглашённых гостей – представители телеканала «Россия-24», Белтелерадиокомпании, СТВ, Белорусского союза журналистов, эксперты в сфере коммуникаций, студенты и преподаватели вузов. Главная задача – обсудить наиболее актуальные вопросы производства регионального новостного контента. Тем ценнее журналистское слово, тем ценнее ваша работа, когда вы собираете новости в своём регионе, рассказываете то, что на самом деле близко и понятно вашему зрителю, вашему читателю, вашему слушателю, имея в виду то, что Бобруйское житё – это настоящий медиахолдинг, современный медиахолдинг. Программа выездной сессии включала в себя три насыщенных дня – посещение предприятий города, экскурсии, лекций и мастер-классы. Делегация журналистов побывала на одном из промгигантов кондитерской отрасли нашей страны – «Красном пищевике». Гости прошлись по производственным цехам и познакомились с технологией изготовления знаменитого Бобруйского зефира – мармелада и драже. «Вы знаете, очень вкусно. Вообще у вас, в принципе, продукты очень вкусные. А ваш зефир я всегда покупаю, если в магазине вижу». Зашли они и в цех «Хендмейд», где работницы сладкой фабрики вручную наносят шоколадный зефир. Некоторые гости решили тоже попробовать этот процесс и примерить на себя роль глазуровщиков. «Нам все говорят, что скоро всех людей заменят роботы, но мы видим, что роботы не меняют ударниц производства, а наоборот, они сидят делать это вручную. Это, мне кажется, прекрасно. В каждой этой зефиринке есть тепло человеческих рук. И теперь, когда я буду покупать зефир, я буду совершенно иначе к этому относиться. И делать и есть этот зефир мне будет намного приятнее. Очень здорово, все очень понравилось». К слову, предприятию есть чем гордиться. Ванильный зефир торговой марки «Первый Бобруйский» по оценке специалистов Роскачества признан одним из самых качественных среди 26 импортных образцов. Завершающим этапом экскурсии по предприятию стало посещение логистического центра, который рассчитан на 1600 тонн сладостей. Отсюда готовая продукция отправляется в розничную сеть по различным регионам Белоруссии и России. «На сегодня это 95 стационарных магазинов плюс 10 передвижных магазинов. Машины приобретены для того, чтобы доехать до самых дальних уголков нашей республики. И люди, которые сегодня в силу разных обстоятельств не могут в торговом объекте купить нашу продукцию, чтобы имели возможность, пусть это раз в неделю, но приобрести свежую продукцию прямо с фабрики». Ещё одним предприятием, которое посетили гости, стал Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. В следующем году один из лидеров белорусского сельхозмашиностроения отметит 75-летие. Свой путь завод начинал с автотракторной ремонтной мастерской, а в 2007-м вышел на изготовление тракторов. На сегодня здесь освоено более 12 наименований этого вида продукции и реализовано порядка 20 тысяч экземпляров. «Экспорт более 60 стран мира. Есть и довольно, скажем так, эксклюзивные рынки. Это Мадагаскар, Никарагуа. Есть традиционные рынки. Останом и реализация происходит у нас. Россия, Украина, ближнее зарубежье. Европу поставляем». Гости также прошлись по производственным цехам и увидели процесс сборки знаменитого трактора «Беларусь». Кроме выпуска этого бренда, завод специализируется на колёсном производстве и запчастях. «Бобруськи» около 40 предприятий. Причём многие из них известны не только в нашей стране, а во всём мире. И даже коллеги с России. Они знают тоже и Белшину, и МТЗ прекрасно знают. Общаемся и со своими российскими коллегами, и что-то для себя сами также подчёркиваем на этих предприятиях, заводим контакты. После этого экскурса программа форума продолжилась семинаром и мастер-классом, которые прошли на базе гостиницы «Турист». Об этом мы расскажем в следующем выпуске новостей завтра. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.